Приветствую вас. Знаете, глобальное чувство, которое я вижу у вас, которое я вижу, вам испытывается, это стыд, это неуверенность в себе, это действительно страх отказа и равнодушие. И именно эту проблему вы пытаетесь решить, вероятно, со своим мужем. Вот. Именно эту проблему вы пытаетесь как-то вот компенсировать своими действиями, да. И именно за эту проблему вы перекладываете ответственность на своего мужчину, на своего мужа. Почему так? Почему так? Да потому что вот правда она в том, правда она заключается в том, что есть вот такая безответственность в некоем вашем поведении, несмотря на гиберответственность в других вещах, да, есть некая безответственность в других, мне кажется, моментах у вас. Вот. И это, на мой взгляд, требует, требует внимания, требует коррекции, требует психотерапии, психотерапии. Итак, у меня с мужем пищевые проблемы с сексом. Здесь непонятно, у вас проблемы с сексом или с мужем? Или у вас с мужем проблемы? Вообще, такие проблемы обсуждаются обоими супругами на личной консультации. В результате мы 4 года, детей нет, была неудачная беременность. Что для вас значит дети, почему вы так хотите детей, если хотите детей, вот. И что для вас значит секс? То есть, опять же, вот, как сказал мой коллега, много у вас крутится именно вокруг секса. Секс у нас был более-менее частый, только когда мы начали встречаться. Когда стали жить вместе, стало все утихать. Почему? Честно скажу, я очень скромная, в интимном плане скрывала чувства, почему-то боялась их показывать. Муж регулярно был недоволен, ему не нравилось, он об этом прямо говорит, пытался разговаривать. Я была ни рыба, ни мясо, на его вопросы отвечала, но инициативу не проявляла. Это стыд, как я уже сказал, это стыд, это именно вот отсутствие связи с своей эмоциональной сферой. И, соответственно, обесценивание стыда. Ну, как следствие стыда. Дальше. Так. Инициативы не проявляла, все, правда, не хотелось стать, не очень понятно, что это иметь в виду. А быт меня съедал, и ничего не менялось. Тоже довольно интересная история. Значит, вас съедал быт, и ничего не менялось. А что вы делали, чтобы быт не съедал? Сделали ли вы что-то для этого, чтобы быть не съедал? Есть ли у вас какие-то интересы, какие-то хобби? Реализуетесь ли вы как-то сами, вот как личность? Прошло время, он заводит любовницы с работы, я об этом узнала через 8 месяцев их встречали. И что? То есть как вы это восприняли? Скорее всего, как подтверждение своей неполноценности. Полгода он мучает нас всех троих, живет со мной, к ней не уходит, тайно встречается, врет, хотя я не держал, я говорю, уходи. Ну, здесь вы, опять же, ведете себя как жертва, отказываетесь принимать на себя личную ответственность за то, что происходит с вами, и, вероятно, у вас отсутствует четкая позиция, четкая позиция по данному, хоть и не простому, но вопросу все же. Дальше, так, живет, так, значит, уходи, да, вот видите, как я говорил, хочешь уходи, а сами? Вы-то сами ничего не сдали, там, забудьте. Эта женщина говорила ему, уходи из семьи, взял по классическому сценарию. В результате она увольняется с работы, доводит, заходит, носит его в черный список, а все-таки, как на данный момент, они не общаются. Откуда вы это знаете, и какое для вас это имеет значение? Прошло где-то три месяца, сейчас я точно знаю, что он не ведет двойную жизнь, мне было очень тяжело, чтобы просить, начать развиваться события. Вопрос у меня к вам, вопрос, который я хочу вот задать вам. Вы говорите, что точно знаете, что он не ведет сейчас двойную жизнь. Почему вы это? Какое значение этому тому, что он не ведет двойную жизнь, вы предаете? Мне было очень тяжело простить, начать развиваться события. В чем тяжесть? Ведь вы не могли, если любите своего мужа, ожидать, что он будет терпеть неудовлетворительную сексуальную жизнь с вами. Дальше, так, он со мной хорошо общается, хорошо общаюсь, есть что-то странное в этом не находите, он со мной хорошо общается. Как будто вы себя ставите ниже. Или наоборот. Обнимет, хорошее слово скажет, но он совсем не хочет заниматься сексом. Так, а вы соответствует его сексуальному, так сказать, сценарию? И вы знаете, желание этому уже своего. Опять же, насколько это совпадает с вашими. Так, категорически не хочется об этом говорить. О чем? Сразу начинается агрессия, теперь отстань, я не буду об этом говорить, иди кому хочешь. Все это значит, иди кому хочешь, не очень понятно. Но такое ощущение, что из-за этой ситуации у мужа выработалось некое такое агрессивное отношение к сексу. Так, я говорю, меня беспокоит этот вопрос. Какой? Если это вас беспокоит, причем здесь муж. Он говорит, что ему все равно про себя. Хочу отметить, что я стала более уверена на себе в сексе тоже. В моей голове это переключилось, я стала показывать, что мне нравится, что я хочу, чувствую себя более свободно именно в самом процессе. Но я боюсь ему говорить, что я как хочу, боюсь отказа или равнодушия. А почему вы этого боитесь? Чем для вас это так важно? Вот за этим надо проследить. Я не знаю, как правильно взлетать. Просто быть собой. Заигрывать. Просто быть собой. Просто быть собой. Ну, понятно, что выработать свое сексуальное поведение нужно. Но опять же, сейчас у нас есть блоги, которые скорее всего идут из родительской семьи. Все мои попытки ему не нравятся. И самое главное, если я поняла, в чем удовольствие у меня секса, хочу этого в действительности. Мне надо кажется, что он не верит, думает, что я вру. И так он понимает действительно как супружеский долг. Ну, у меня такое ощущение, что вы друг друга как личности не воспринимаете. То есть, у меня такое ощущение, что у вас очень недоверительные отношения, а очень гендерные отношения. Вот. То есть, отношения чисто как между мужчиной и женщиной, и все. Вот. Так мне кажется. На самом деле. Как изменить ситуацию, чтобы у меня с Мудем была насыщенная регулярная сексуальная деятельность? Ну, по сути, вам нужно раскрыть все ваши комплексы, которые вас сейчас беспокоят. Уверность повысится, матрика повысится. Вот. Проработать все ограничивающие установки, которые у вас имеют место быть. И тогда, я полагаю, что все получится. Но опять же. Муж, он на вас женился скромно. И не факт, что те изменения, которые с вами произойдут, ему понравились. Вот. Кроме того, опять же, несколько странно, что он требовал от вас быть более раскрепощенной, хотя вы никогда и не были. То есть, такое ощущение, что мужчина не принимает вас. Или не хочет брать ответственность за свой выбор, за выбор своей жены. И такая поведенческая модель мужчины связана с вашей, очевидно, гиперответственной позицией по отношению к нему. То есть, почему-то мужчина позволяет ввести себя столь безответственно. Ну и причины измены, как сказал мой коллега, нужно исследовать, потому что вполне вероятно, что дело здесь совсем не в том, что ему просто не хватало секса, а в чем-то другом. Вот. Такая вот история. То есть, основной момент – это страх отказа и страх равнодушия. То есть, на вас это как-то влияет. Второй момент – это стыд. Третий момент – это отсутствие сексуального поведения. Вот. Вот. Это те вещи, которые мне, ну, которые я вижу. Которые я вижу. Вот. И вполне вероятно, что вы чего-то боитесь. То есть, например, вы просто можете бояться того же секса, бояться своего адреса, но просто, потому что нет ощущения защищенности. Это возможно, если в семье у вас не были защищены личные границы, опять же. Те же. Вот. Такой момент. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, да, пишите в личку. Буду вам помочь. Все поправимо, все решаемо. Но начинать нужно, безусловно, с вас. И смотреть, в чем вы стесняетесь, почему вы стесняетесь и так далее. И речь идет не о сексе. Опять же. Речь идет о более глобальных вещах, которые вы через секс пытаетесь реализовать. Например, любовь. Например, любовь к себе. Вот вы себя не любите, вы себя не принимаете. И вам кажется, что единственный способ компенсировать это, собственно, секс. Хотя, на самом деле, это не так. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Продолжение следует...